Я что-то не понимаю насчет активистов. Существовали государственные преступники, которые нарушили границу и попытались штурмом взять морской объект. Их по какой-то причине оборона этого объекта не убила, не застрелила, а проявили гуманность и поймали, и посадили сейчас в тюрьму и будут судить. Но все логично, не надо нарушать границы. Если часовой стоит на охране границы, он имеет право даже стрелять. То, что Гринпис до такой степени обнаглел, что рассматривает Россию как территорию, на которой не действует законодательство национальное, то есть они просто ни в грош не ставят ни американцы, ни гринписовцы российскую юрисдикцию, поэтому и не обращают на нее внимания. Если хотите, этим случаем они просто пробивают Россию на суверенность. Россия показала здесь себя как суверенная страна. Но я обращаю внимание, что не только здесь. Посмотрите, массовая фактически атаку на российских дипломатических работников по всему миру. Тоже американцы не признают российскую юрисдикцию, в том числе и венские правила. Давление по всем параметрам. То есть мы наблюдаем попытку массовую кражу российских граждан из разных стран, уже несколько десятков. Даже МИД предупредил, что этот процесс идет, и вывоз их в Соединенные Штаты Америки как баранов просто. Это как раз показывает, что американцы запустили такой тренд, что в России нет прав ни на какую национальную юрисдикцию. Что есть высшее право американско-международное, а Россия не имеет права наладить свою жизнь, как хотят. А посмотрите, допустим, вот история со спором американских властей о дефолте Соединенных Штатов. И как раскручивает наши средства массовой информации. Нам навязывают, что все начальство Вашингтония и приучают граждан России знать начальство Вашингтония, а все, что здесь, это местные какие-то там муниципалитетики, как они говорят, которые просто должны выполнять приказы Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что нам надо, конечно, принципиально менять и информационную политику, национализировав СМИ, и восстанавливать суверенитет страны, что возможно только через изменение Конституции и массовый подъем граждан за свободу своего отечества.